Всем огромный привет! У меня многие спрашивали, Надя, когда будет обзор дома? Именно сегодня. Сегодня я хочу для вас сделать видео, в каком доме мы живем, как он выглядит, как расположение. Для новеньких хочу сказать, в доме мы живем недавно, примерно 2 месяца. Да, ровно 2 месяца мы живем в этом доме, поэтому не все еще готово. Где-то, например, на кухне не висят еще шторы, в прихожей и в коридоре нет еще специальных шкафов для вещей. Поэтому не судите строго. Живем здесь недавно, со временем обустроимся, что-то купим новенькое, в планах это все есть. Так что начнем. Я не люблю, знаете, когда начинают какие-то видео, обзор дома. И вот пол-видео разговаривает, разговаривает, а только под конец там чуть-чуть видео про дом. Поэтому я долго разговаривать не буду. Начнем. Сзади меня это въезд в наш двор. Вот с него мы и начнем. Вот такой вот у нас въезд в наш двор. Земля здесь. Здесь как раз мы недавно скосили. Два парковочных места. Я как единоличник припарковала сразу на два места. и вот такой вот дом. Дом одноэтажный, дом бунгало. 98 квадратов, две спальни, зал, кухня. Гараж. Здесь цветочки. Ну и вот он сам. Здесь вот три такие как окна, но они не открываются. И сам вход в дом. Ну что, добро пожаловать. Вот в эту дверь мы с вами зашли. Так что начнем. Сразу у входа лестница идет в подвал. Имеется дверь, что очень хорошо. Потому что есть такие дома, где двери нет. И это не очень хорошо. Здесь как раз есть дверь. И запаха от келлера нет. Это наш кот Пушок, кто не знает. В общем, это вот такая прихожка. Имеется камин. Камин здесь был. А это про то, что я вам говорю. Нет специального такого большого шифонера, вот куда можно было бы это все повесить, сложить обувь. Потом все со временем купится. Давайте, наверное, начнем с вот этой стороны. Так, здесь мы попадаем сразу в такой небольшой коридорчик, наверное, так. Это комната сына. У него здесь шкаф. Высокие два с чем-то он. Диван. Окно, стол письменный. Такое тумбочка или комод. И большая кровать. Такая вот у него комната. Диван и кровать мы забрали со старой квартиры, а остальное все у него здесь новое. Так, выходим. Здесь наш стоит старый комод. Тоже планирую сюда поставить большой шкаф. Здесь у нас спальня. Это наша. Спальня у нас маленькая, небольшая. Ну, как бы влезло вроде бы все. И тумбочки, и кровать. Кровать новая, остальное все старое. Тоже потом со временем все купим. Вообще планировали думать сначала, что эту комнату отдадим Марсельке, а себе возьмем побольше. А потом что-то так поразмышляли, поразмышляли. Нам здесь поспать и выйти, а Марсель все равно больше времени проводит в своей комнате. Так, ну и ванная комната, туалет. Туалет был раньше у нас такого, знаете, зелено-синего цвета. Мы его покрасили. Кому это интересно, может быть, как мы его красили, я под этим видео оставлю ссылку. Туалет небольшой, но как бы нам хватает. А вообще мне не хватает здесь зеркал, потому что здесь планирую шкаф, и будет большое зеркало. Вот сюда, эти вот стеклянные стены, она мне как-то не мешает, не знаю. На всю эту стену, от стенки до стенки, от потолка до пола будет огромное, большое зеркало. Извиняюсь, будет зеркало. Потому что мне не хватает. Я тот человек, который люблю в квартире много зеркал. Мне прям не хватает. Ну, соответственно, вот в этом месте тоже будет стоять такой специальный шкаф с зеркалом. Так, дальше. Дальше мы вот с этой прихожки попадаем на кухню. Стол, три стула и кухонный гарнитур. Он здесь был, этот кухонный гарнитур принадлежит этой квартире. Мы не покупали сюда ничего. И вот эта вот сторона. Вот эти вот полочки тоже были пустые, как и на этой стороне. Я сюда купила такие специальные плетеные корзинки. Со временем хочу купить и сюда тоже три штуки, потому что мне так не нравится. Вот такая кухня. Шторы еще нужно купить. Вот, попадаем в зал. Мы можем попасть в зал из кухни, из вот этой вот прихожей. В кухне нормальные двери, размер нормальный, а здесь они такие вот широкие. Вот такие вот широкие. Здесь у нас кратцлка для кота. Наша старая стенка, мы забрали ее с собой. Двойной диван здесь стоит. Нет, извиняюсь, это тройной диван. Двойной диван и кресло. Со временем потом хотим купить сюда большой диван буквой П. И он где-то больше на середину уйдет. А сюда, не знаю, может быть, стол поставим сюда. Может быть, диван ближе к окну. В общем, не знаю, что. Но диван у нас будет точно буквой П. Это мы сразу решили. Но будет он здесь один стоять или еще со столом, мы еще точно не решили, потому что не знаем, как он будет смотреться один или вот вместе со столом. Это все будет еще... Все будем потом смотреть. Вот здесь огромное, просто огромное, как говорят мне многие пишут, панорамное окно. Для меня это новое панорамное окно, поэтому... Ну, в общем, панорамное окно, говорю тоже так. Просто огромное. Здесь тоже окно вместе с дверью. Можно выйти на балкон. Мы сейчас с вами выйдем на балкон. Эти вот цветочки очень-очень долго стоят. Уже неделю стоят, наверное, и не вянут. Вот здесь сушилка. Здесь дождь на балкон не попадает, но ужасно. Мусор летит, листья, потому что вот здесь это сделали старые хозяина. Вот это вот салофан, салофан-сетка, будем говорить так. Мы ее оставили, потому что летит все. Что мы сделаем в дальнейшем, еще не знаем, на что-то будем думать, потому что не очень с такой вот сеткой. Салофан, в общем, не очень смотрится. Но летит здесь всегда и все. Можно пылесосить, можно подметать. Не знаю, очень часто. Ну и здесь выход уже на улицу. Раньше здесь было вот такое же стекло. Оно, видать, наверное, у старых хозяев разбилось. Они поставили обыкновенное. Ну и здесь, соответственно, сам двор. Здесь участок тоже принадлежит к этому дому. Там у меня растут помидоры, огурцы, смородина, крыжовник, красная смородина, черная смородина. Здесь Рома не успел скосить траву. Здесь вот он покосил траву. И спереди здесь тоже можно проходить туда, где вот моя машина стояла. А здесь уже не успел скосить, потому что нужно было на работу. Он перед работой это делал. Ну, вот такой вот у нас домик. Нам очень здесь нравится. Нам здесь уютно, нам здесь хорошо. Мы уже привыкли, хоть живем здесь недавно, но мы уже привыкли. Нам нравится то, что здесь вокруг все зелено. Летом вообще никого не видно. Конечно, зимой, когда все будет голо, без листочков, будет всех все видно. И соседи, и все-все-все. Но пока лето сейчас, и мы никого не видим. Мы здесь как будто где-то одни, как будто живем в лесу. Так кажется. Конечно, мы не в лесу живем, просто живем как последний дом, скажем так. И вот по бокам, кроме одной стороны, соседи. А так очень тихо, очень так хорошо. Нам здесь очень нравится. Пишите, что вы думаете нравится, не нравится. Взяли ли вы такой дом в аренду или не взяли. Будет интересно. Всем большое спасибо за просмотр, за ваши комментарии, за лайки. Спасибо, что подписываетесь. Пока-пока.